привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить oblivion мы находимся где находимся короче говоря мы уже третью серию идем к скале мороза но все никак не можем добраться вот это проделали мы путь по дороге зашли в несколько пещер фортов тому подобных сооружений неплохо там поживились теперь у нас перегруз так ну и что я думаю нужно выдвигаться так куда еду вообще здесь у нас подъем на гору и по нему там через мостик мы сможем подняться на самый верх есть ощущение что именно туда нам нужно потому что сберемся сегодня я как то не в настроении гулять по разнообразным этим случайным помещением поэтому не хочется просто туда добраться конечно неудачно то что у нас ночь сегодня ну да ладно то кто и такую взялся собак ну ладно полетел откуда у него нож был он с ножом бегал что странно так я по той стороне и вроде когда дорожка такая прям как напоминает это да глотку мира в скориме сейчас пойдет какой снежный тролль и все хана пиши пропала до мостику подошли так тут у нас уже что-то новое показывает но туда мы сейчас не пойдем как я и говорил не охота именно добраться до цели наши сегодня поэтому будем обходить всякие случайные места успеется так ну да ну да вроде правильно идем смотри какой подъем жестокий а в обливине интересно нет драконов по-моему нет же ну то есть понятно даже если есть они в таких объемах как в том же скорее где они там летали кругом повсеместно но может 12 где не затесались там типа миг монстры мне кажется нет я повоевал ладно не спешим стрел пока полно поэтому не будем бегать все по половину не застряла даже большая часть достаточно близко уже кстати говоря находимся ты еще мостик куда же мы идем углу это но судя по всему я смотрю прямо на него так ну ладно сейчас поднимемся как это перевал вот так нужно офигеть это что такое вообще она шевелится еще давайте-ка сохранимся возможно нам там не рады так спрячемся какая-то магическая башня выглядит круто вроде как никого нет да может внутри и может это одно из тех сооружений которые мне подарили при входе в игру просто рак спаер я добрался к скале мороза надо войти в эту загадочную башню ну давай ох офигеть использованы ключ от скалы мороза что это офигеть эм я нашел запыленную книгу нужно прочесть и чтобы побольше узнать об этой башне книг из книги я узнал что все необходимое для возвращения к этому месту было в великолепии я могу найти в торговом районе имперского города у аурели из мистического магазина понятно я пишу эти строки и вглядываясь в стены моего дома вспоминаю каждый день воплощение моего проекта прошло так много лет окажется что все начиналось только вчера я был импульсивным магом неудовлетворенным жизнью в тайном университете я провел год разрабатывая план своего дома место где я могу спокойно заниматься магией вдалеке от надоедливых коллег я изучал книги и пыльные свитки прочесывал все книжные магазины и даже рылся в древних руинах ища вдохновения в конце концов на отдыхе в лагере недалеко от брумы под впечатлением от величия гор джерал меня посетило вдохновение как безумный я начал делать наброски моего грандиозного обиталища вскоре я закончил сесть свой шедевр отложил перо и отступил чтобы взглянуть что я сотворил башня скала мороза была рождена и теперь когда годы разрушают меня и огонь в моих глазах умирает я желаю передать башню тебе мысль о том что моя мечта однажды может погибнуть наполняет меня грустью я знаю что ты позаботишься о своем новом доме и если нужно вернешь ему былое величие пожалуйста внимательно следуй моим инструкциям столько всего нужно сказать но силы покидают меня скала мороза таит много чудесных изобретений я провел всю свою жизнь улучшая их и я надеюсь ты найдешь им хорошее применение моя гордость и утеха алтарь от ранахов принеси частицу от ранаха на этот алтарь и ты сможешь призывать дружественных от ранахов в свое распоряжение они будут повиноваться твоим простым командам и защищать тебя когда тебе нужна помощь если они тебе надоедят просто освободи их эти прекрасные создания защищали меня в странствиях и они должны оказаться полезны тебе с разрешения тайного университета я также разместил в башне алтари создания заклинаний и зачаровывания но чтобы вернуть им силу тебе понадобятся магические жировые свечи и они будут верно тебе служить тесно работая с моим хорошим другом Синдерионом мастер алхимиком с Кенграда я улучшил лаборатору алхимического стола этот стол для знающих алхимиков он сможет сделать простым создание даже самого сложного зелья я также засеял мою алхимическую оранжерею лучшими ингредиентами сердиила и даже кое чем из-за его пределов в заключении я создал порталы по всем гильдиям магов сердиил это облегчит путешествие туда при необходимости я доверяю большинству своих вещей аурели из мистического магазина в торговом районе имперского города там ты найдешь все что нужно для возрождения скалы мороза она может нуждаться в компенсации за ее время и заботу об этих вещах ну ладно, какое-то странное предложение но я уверяю тебя, это того стоит пожалуйста, позаботься о скале мороза она была моим домом и часть меня останется в камнях добудтое путешествие безопасными интересно девки пляшут ну чтож ну чтож офигеть офигеть обалдеть вот это мне досталось, да? что это? возможно в этом месте у нас будут атронахи храниться и что? не знаю, как бы там ни был я конечно не маг и мне пользы от этого места немного, но оно крутое и я буду тут жить портал в живую зону портал в хранилище не, ну для мага это просто рай алтарь создание заклинаний неплохо алтарь отранаха какого отранаха вы хотите призвать? иниевого три соли мороза, понятно халява не вышла алтарь зачаровывания без магических свечей короче, свечи нужно и все дела пойдемте в жилую зону посмотрим что у нас там как там у нас кроватка допустим нам уровень, давно уже поднять надо ну ну как лучше жить? женьшень растет офигеть корень харада кровавая трава путь виду обалдеть тут сколько всякого вкусного спать ты где срочешь к ей взял хоть нет почему ж ты не берешь то что я хочу скушать рис не спрашивает рис но как-то я не знаю пожилая зона мне как-то не понравилось где тут спать или маги не спят основные где магов и где магов все туда ведет имперский город и где магов и где магов офигенно конечно уважаемый товарищ маг я не заброшу твою башню но где спать что за дом без кровати извините я потопчу здесь нет кровати капец ну вот сюда зайдем это под ней что-ли хранилища для чего для тронахов может но опять же пусто пока да ладно ну давайте оставим этот в принципе не особо уютный уголок не могу сказать что мне сильно понравилось но красиво конечно для магов я конечно разберусь с ним но потом сейчас мы отправимся в имперский город и оттуда пойдем в чорл то есть по квесту по главному для разнообразия и кстати это наше первое посещение этого города да где мы оказались как нам отсюда выбраться особо осматриваться не будем вот так вот тут мы сидели нет где мы сидели вот тут мы сидели давайте кстати распродадим все свое я слушаю тебя гражданин боевой маг крут крут так извиняюсь секундочку так продолжаем что это вообще мы в какой-то коллеге магов были ладно все это мы будем осматривать попозже сегодня повторюсь мне охота выдвинуться в путь где он там находится горл вот к нему то есть по прямой дороге мы придем к приорату воинана и там собственно уже определимся что нам делать дальше заодно маленько посмотрим мир погуляем сейчас конечно нам нужно найти бы какую-нибудь таверну там поспать потом с утра продать все что можно говори не буду сам говори красиво только единственно меня удивляет то что у такого помпезного государства огромного столица такая маленькая то есть вот по сути что такое гражданин ты ничего абсолютно мне нравится твой броня кстати то есть по сути весь этот городок можно пройти за пару минут если постараться не очень понятно так нам нужно он туда куда-то вот тут весь центр не пойдем потому что там кругом предатели какие-то насколько я слышал не очень нам сейчас туда нужно район храмов мы пока в каком вероисповедании не замечены что такое граждане танчу наш бог это деньги на данный момент а вот торговый район блин далековато идти может насквозь пробежать конечно в этом городе музыка такая прям похоже на на фейбл мы не похожи одновременно тоже так это чё потух как дела не родила так но мы все равно в талас плауз пришли здесь по крайней мере нормально что такое гражданин чем могу помочь где у вас здесь кстати да что за интересные места что ты где я могу переночевать купеческий трактир в торговом районе король и королева в эльфийских садах тайбер септим вот это мало сплаза а таверна всех святых близ храма есть также плавучая таверна в портовом районе но окружение не слишком симпатичное то нормально про серого лиса что не знаешь он просто вор говорят что он возглавляет гильдию воров какая чушь ты можешь представить чтобы воры попытались создать гильдию но ты что не знать ненавидит его но крестьяне и нищие его обожают особенно в портовом районе слушайте а если мы находимся в этом городе в этом городе может поискать его что за слухи у нас в часовне анвела произошла страшная беда все служители и служительницы дебеллы убиты так давайте-ка мы тогда но нет нам все равно переночевать блин портовый район но можно в портовом районе переночевать пойдемте-ка назад тогда маленько полу спрашиваем тут по поводу этой гильдии воров и что там вообще как можно туда вступить нельзя но хастры лотуса оборотишь не будем кажется смысла этом нет особого я слушаю тебя что такое и граждане то нет нет так вот мы туда направляемся так надо будет лошадь купить кстати говоря что-то как-то тут безлюдно что а вон там здание так но как мне на ту сторону попасть а все понятно здравствуй мои дети будут благодарить тебя за помощь попрошай к очевидной бомж что знаешь про серого лиса это лишь легенда имперская стража утверждает что существует король воров по имени серый лис который повелевает всеми ворами в сиродили конечно все это выдумано чтобы оправдать притеснение бедных но держи монет спасибо великодушный господин мне не сильно помог конечно прибудет с тобой благословение джулианаса сейчас мы спрашиваем что такое граждане да так у меня тут свои дела во-первых переночевать надо потому что уже утреет и а мы все еще уровень не подняли кто это такой серый лис разыскивается за воровство присвоение чужого имущества подлоги карманы кражи фальшивом анечества разбои сговор с целью совершить преступление хищение в особо крупных размерах уклонение от уплаты налогов неведнические измышления мошенничество вероломство и наглость описание носят серый капюшон скрывающее лицо предположительно мужчина клавианец рост между пятью шестью нормального веса цвета волос цвет глаз неизвестны если обладаете какую-либо информацию обращайтесь к имперской страже ироним лекс капитан стражи понятно так где у нас здесь нашлежка это явно склад не самые лучшие времена да красавчик у виатора акиуса в крепком щите очень хороший выбор бывает до свидания отлично спасибо черный лес не самое плохое место нужно только привыкнуть к мухам там очень легко заблудиться и неприятные встречи зомби и блуждающие огоньки это интересно похоже настали суровые времена смерть уриэля септима и его наследников все изменило есть новости из других частей там реля новости мрачные говорят дейдра захватили аль друн целый город был уничтожен это все очень тревожно нам остается что это безумие скоро закончится береги себя говори да не пали меня послушал тут смотри как у тебя садля красавица в эреста красавица моя увижу ли я тебя да я тебя увижу красавица в эреста знаю я я не собираюсь говорить с тобой короткие штанишки почему бы тебе не заняться собственными делами а дружелюбный парень еще увидимся прощай она прекрасна да мария елена чертовски хороший корабль с чертовски хорошей командой я-то знаю я на ней первый помощник меня зовут мальвулис так что верь мне когда я говорю что мы не любим когда другие суют нос в наши дела если ты приблизишься к этому кораблю мои люди прирежут тебя отлично говорили попробуй объединить листья алоэ я не собираюсь говорить с тобой короткие штанишки почему бы тебе не заняться ну что же с вами такое-то какие недружелюбные все в обливе они скорее меня уже давно совсем подружился в отчуги так вон в той можно переночевать я чувствую офигеть вот это блин сральник по-другому не назовешь гадюшина где бы поспать покинута хижина почему-то она покинута доброе утро можешь называть меня хилот преступник потому что я в бегах очень умно говорить это первому встречному что за город расскажешь я помогал строить воронью скалу но не поладил с законом и вот я здесь очень скоро я отправлюсь в имперский заповедник попытаюсь счастье там по слухам значит если ты заглянешь в солдатскую дачу обязательно поговорить раз сам насчет ремонта доспехов хорошо прощай 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 ничего хорошего тянет если в бегах те никто и не хватится так что-то я в портовом районе ни одного еще здание ночлежки не вижу можно в первую очередь переночевать а потом мы начнем просто обыскивать дом за домом попытках найти то что нам нужно склад говори склад что тебе нужно лесное существо гранас литро я только что вернулся из солстейма ох какой там бардак и теперь я без работы круто про серого леса знаешь чего о это преступник в розыске он ведь мастер вор говорят он очень опасен еще говорят что нищие работают на него понятно объявление о розыске серого леса расклеены повсюду я видел хватит действительно как поживаешь я бронсилок венчал и я так устала от этого волонаруса что мне хочется кричать какого волонаруса и эроним лекс это тот капитан имперской стражи который вечно охотится за серым лисом и гильдии воров по мне так он охотится за тенями гильдии воров возможно вообще не существует а серого лиса и подавно понятно еще увидимся вполне возможно может это ночлежка таверна отлично так вот засядешь тут попьянствовать он проснешься с утра ты уже в другом городе до не очень прикольный по моему не густо тут у вас чем могу служить привет добро пожаловать в плавучую таверну это лучшая таверна на воде во всем сиродили круто во первых взгляни на мои товары наверняка тебя что-нибудь заинтересует у меня чего купишь я не знаю там ты это допустим это хорошая хорошо нам тоже не нужно теплоизоляция тем более думаю это честная сделка обаяние у нас это прекрасная так ну ладно допустим тебя есть какие недели украины моих расскажи обо мне свой но переночуем да у нас есть комната и очень хорошая комната сниму мудрое решение тебе еще никогда не приходилось проводить ночь в таких условиях уверяю тебя твоя правиле находится на нижней палубе дверь слева не протекает крыс нет смотри блин прощай так почему прощай это это как будто меня в последний вид отправляешь в последний путь вернее что несу уже подустал так первая дверь налево он говорил да так понятно а ничего так прикольно уютно фу давайте поспим я не знаю давайте поспим где то вот так наверное а лучше мы где то ночью становимся и ночью погуляем может ночью чего найдем тут хотя ночью будут склады закрыты так что нормально до конца сидим короче говоря так ну что на маленькой силу надо прокачать после пробуждения выяснилось что каким то образом отлично как я и говорил плавучая таверна вышла в море вместе со мной на борту что нужно найти владельцу узнать что случилось так сила ловкость скорость выход приплыли называется неплохо так ну что давайте уже в следующей серии будем выяснять куда мы уплыли что вообще происходит и какого черта пока что мне кажется это интересный сюжетный поворот но так ли это или не так мы узнаем в следующей серии надеюсь вам понравилось с вами был артур всего хорошего пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok